Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал в эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Виталий Матюшин и мои коллеги, журналисты БУК-ТВ. Из всех событий мы обсуждаем то, что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Новый закон нашей страны в действии. День Конституции встретили в регионе праздничными мероприятиями и торжественными церемониями награждения. Об актуальном и наболевшем. Итоги прямой телефонной линии председателя Брестского горосполкома Александра Рогачука. О сказке, которую своими руками создают люди. В преддверии Международного дня театра «Кукол» расскажем о тех, кто в этих историях так важен, но все же остается за кадром. В эфире программа «Итоги недели» и мы начинаем. 15 марта Беларусь празднует День Конституции. В этом году эта дата имеет особый смысл. Вступают в силу принятые на республиканском референдуме конституционные изменения. Знаменателен день и для школьников. В Брестской области 15 марта свои первые паспорта получили более 500 ребят. Творческие, активные и инициативные – отличники учебы, победители в спортивных соревнованиях и волонтеры. Каждый из них уже добился определенных успехов и хочет дальше развиваться, работать, учиться. На благо города, на благо страны. Праздничные акции прошли в этот день в разных уголках региона. Самые яркие моменты в сюжете Анастасия Мелешкевич. В Кубринском дворце культуры в рамках акции БРСМ «Мы, граждане Беларуси» прошла торжественная церемония вручения паспортов. Будущим ученым, программистам, спортсменам, тому поколению, которое только начинает делать вклад в развитие нашей страны. Помимо новых паспортов, ребятам подарили саму Конституцию. С напутственными словами к полноправным белорусам обратился председатель Брестского боусполкома Юрий Шулейко. На нашей стране огромный политический праздник. Это день, который на протяжении уже более четверти века несет гордо за собой наш белорусский народ. Мы имеем свою Конституцию. Мы имеем сегодня развитое наше государство. Совсем недавно мы сделали определенные шаги, чтобы наша страна стала увереннее и сильнее. Мы провели все белорусский референдум. Мы обозначили свои аспекты развития прав и гарантий как граждан, так и государства перед белорусским народом. Сегодня особо торжественно действительно присутствовать при вручении паспорта нашим детям, которые становятся сегодня полноценными гражданами Республики Беларусь. Я искренне желаю, что пройдя определенные этапы развития, наша страна станет еще сильнее, увереннее и авторитетнее. Не мог не поздравить юных дарований помощник президента, инспектор Побрестской области Валерий Вакульчик. Как один из главных гостей мероприятия, он также обратился к ребятам с призывом любить и уважать нашу страну. Состоявшийся референдум и то, что там произошло, это не просто голосование за или против, это проявление мудрости народа, нашего белорусского народа, который сделал свой выбор, который сказал нет беспределу, нет революциям, нет потрясениям, а проголосовал за вас, сказал да нашему будущему, сказал да стабильному и поступательному развитию нашего общества, нашему белорусскому государственности, суверенитету и независимости нашей страны. По традиции общения с молодыми людьми провел и председатель Брестского городсполкома Александр Рогачук. Встреча прошла в городском исполнительном комитете. Начал с вопросов об учебе, интересах, о том, что волнует этих юношей и девушек. Ответственный статус, непривычная обстановка, легкое, но приятное волнение. День Конституции в 2022-м. Для этих ребят стало памятным событием. Теперь в руках и первый паспорт. Мы используем этот повод, как еще раз привлечь молодежь к пониманию того, что они живут в суверенной, красивой Беларуси, за то, что они достойно себя реализуют в этой жизни, и то, что они живут в городе Бресте, в городе хороших традиций. И вот это мероприятие сегодня одно из них. Конечно, в этом году День Конституции по-особому звучит. Еще не успели остыть наши, как говорится, все мысли и дискуссии о той большой работе, которая была проведена в стране, в городе Бресте по новой редакции Конституции. Поэтому с сегодняшнего дня вступают эти поправки в действие. И вот этот символизм, он делает сегодняшнее мероприятие еще, наверное, более торжественным. К поздравлению школьников присоединились также представители депутатского корпуса Управления по гражданству и миграции, специалисты общественных молодежных организаций и Центра правовой информации. Паспорт – один из главных документов любого человека. Получая его, молодые люди становятся полноправными гражданами своей страны. На их плечах с этой поры лежит большая ответственность. Именно им предстоит строить успешное будущее с синякой. Именно в их силах сделать все возможное для ее полноценного дальнейшего развития. Этот документ – свидетельство гражданской зрелости. Он подтверждает права его владельца, напоминает ему об обязанностях и ответственности перед школой, перед горожанами и перед страной. Волнительно, ответственность очень большая, потому что я получаю свой первый паспорт, становлюсь гражданином Республики Беларусь. Гражданин обязан соблюдать правила Республики, в которой он находится, любить свою родину и охранять ее. Церемонии прошли и в районах. С приветственным словом выступил глава Ленинской администрации Александр Власовец, который отметил, что молодежь – это будущее нашей страны и пожелал юным брещанам успехов во всех начинаниях. Из рук Александра Андреевича 19 учащихся школ и гимназии получили самый важный документ в жизни каждого гражданина – паспорт, а также памятную книгу «Я гражданин Республики Беларусь». Нам есть кем гордиться, и этих ребят мы сегодня пригласили. Это ребята, которые отличились и в общественной жизни, и значительные, имеют успехи в учебе, вручать паспорта, первые паспорта нашим гражданам. Это очень почетно, очень ответственно, поэтому, конечно, присутствует волнение. После торжественного мероприятия ребят ждал диалог с первым заместителем председателя правления Брестской областной структуры Белорусского общества знания Светланой Тюгой. Она познакомила школьников с удивительной коллекцией и изданием Конституции Беларуси разных периодов истории и основных законов зарубежных стран. Это мероприятие довольно-таки важно, ведь мы впервые получаем паспорт. Нам уже исполняется 14 лет, и мы становимся почти полноценными гражданами Беларуси. Во время встреч многие школьников признавали, что Конституцию листать еще не приходилось. Но теперь будет повод познакомиться с документом поближе, ведь вместе с паспортом в подарок каждому новый экземпляр одного из главных документов страны. Сегодня прошла прямая телефонная линия с председателем городского исполнительного комитета Александром Рогачуком. За три часа общения с жителями областного центра мэр ответил на более чем три десятка вопросов. Темы на злобу дня вместе с градоначальником компетентные ответы на вопросы давали и руководители крупных служб областного центра. Какие проблемы были взяты на карандаш, насколько стабильна обстановка в городе, и в целом, что волнует людей, Анастасия Наздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Традиционно по субботам, не изменяя графику, представители вертикали власти выходят на связь с жителями по всей стране. Очередной субботний открытый диалог в горосполкоме у его председателя Александра Рогачука. Три часа общения проходят на одном дыхании. Вопросов достаточно, но тема в своем большинстве насущная. Об актуальном и по делу. Мы предполагали больше звонков о потребительском рынке, ситуации с ценами, с магазином. Но характер звонков, который поступил сегодня, говорит о том, что брещане живут в системе координат спокойного города, развивающегося города. Посмотрите, больше всех вопросов благоустройства. Содержание дворов, дорог, тротуары. Больше всех, рекордное количество. На втором месте транспорт. То есть практически структура звонков не поменялась. Это говорит о том, что в городе Бресте все спокойно. Брещане, отслеживая ситуацию вокруг границ, продолжают верить, что, во-первых, местная власть способна и готова решать их локальные вопросы. С другой стороны, абсолютно понимают, что город Брест в темпах развития не будет пробуксовывать. И со ссылкой на ту же набережную, на другие наши объекты благоустройства, хотят, чтобы эта тема продвигалась и на окраины нашего города. Большая часть озвученных вопросов – то, что волнует горожан в их привычной жизни. Ремонт тротуара в городское освещение, озеленение, благоустройство. Оказалось, даже некоторые, на первый взгляд, эстетические детали важны для людей с точки зрения удобства. Лавочка без спинки. Кажется, что для меня, еще пока, наверное, это вопрос был эстетики, потому что удобно сидеть и на той, и на другой. А для человека в возрасте, это, наверное, лавочка со спинкой, это совершенно другая тема. И видите, вот эта благодарность, которая получена, и желание эти лавочки поставить не только вдоль Машерова Московской, но и Мицкевича Гоголя, наверное, это теперь уже как указание к действию. К слову, буквально на днях в областном центре будет дан старт месячнику по благоустройству. В этом году он будет более разноплановым. Мы с понедельника объявили месячник по благоустройству, и я дал такое поручение, и мы вместе обсуждаем все-таки провести его очень такими интересными, колоритными, экологическими акциями, которые, ну, каким-то образом были бы особыми, не такие, как в других городах. Что это? Пусть будет пока секретом, но я думаю, что мы постараемся максимальное количество людей вовлечь в этот процесс. Тема продовольственного снабжения, оценка качества работы городского транспорта, строительства, реконструкция действующих объектов, эти и многие другие темы были взяты на карандаш. В целом ситуация в городе достаточно стабильная. Брест продолжает функционировать в рабочем режиме. Как отметил Александр Рогачук, сейчас очень важно не нагнетать и подходить к любой информации грамотно, черпая ее из объективных источников. В социальных сетях было, есть и будет, очень много инсинуаций, каких-то там домыслов, субъективных мнений. К этому надо относиться всегда, априори, с известной долей скептицизма, и все-таки обращать внимание на официальные каналы, информационные каналы, да, в конце концов, на мой телеграм-канал, где мы публикуем проверенную, взвешенную информацию, как это было недавно, вот ситуация связана с военными учениями на нашем полигоне Брестки. Поэтому, да, мы тоже учитываем сейчас, что ситуация достаточно такая напряженная, да, особенно в социальных сетях напряжение чувствуется. Кому-то очень хочется на этом погреть руки, это тоже очевидно. Поэтому мы постараемся более превентивно сейчас информировать наших горожан о тех моментах, которые, возможно, будут их волновать. Ни одна из озвученных горожанами тем не останется без внимания. Отдельные поручения переданы профильным службам для дальнейшего решения. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим об актуальном и важном. Финальный этап областного конкурса «Молодой учитель Брещины» прошел на сцене Центра молодежного творчества. Участники продемонстрировали зрителям и жюри свои творческие способности, а также умение найти выход из предложенной педагогической ситуации. Если опыт, мудрость и накопленные знания в системе образования характеризуют старую гвардию учителей, то современные технологии и новые подходы это то, что свойственно новому поколению педагогов. А чтобы вдохновить молодых учителей на долгую и плодотворную работу, а также поощрить самых креативных и творческих представителей профессии, и проводится конкурс «Молодой учитель Брещины». Подробности в следующем сюжете выпуска. Прозвенел звонок, и в пятом классе 26-й Брестской школы начался урок истории. Задача учителя не только расположить незнакомый класс, подав информацию интересно и креативно, но и понравится жюри. Ведь за процессом внимательно следит комиссия конкурса «Молодой учитель Брещины». Думаю, что этот конкурс каждому из них будет достаточно полезным таким входом в карьеру. Интересно еще то, что это на самом деле молодые учителя, и у них креативное, как правило, мышление, у них какие-то новые взгляды, вероятно, на педагогику, на школу, на общение с детьми. Они по-другому, наверное, это делают, чем учителя более опытные. Дифференцированный подход – это умение раскрыть каждого, увидеть каждого ребенка. Ну и, конечно, креатив – это то, что сейчас важно, современно, насколько интересны, талантливы наши участники. Они, правда, очень интересны, очень талантливы. И каждый, каждый участник раскрывается по-своему. И ты видишь, что у нас растет достойное поколение учителей, молодых учителей, которые могут школу сделать современной, новой, интересной. Конкурс включает в себя три этапа – школьный, районный и областной. Обязательное требование к участникам – стаж работы не более пяти лет. В этом году на районный этап было подано 20 заявок, а до финала дошли только 7 человек. Это учителя истории, обществоведения, начальных классов, биологии, английского и даже китайского языка. Для каждого из них это испытание – вызов и в то же время отличная возможность проявить себя. Конкурс – это определенный профессиональный вызов. Это всегда возможность чему-то научиться, показать себя, услышать мнения от более старших, более опытных коллег. Самое главное в моей работе, что я понимаю ее важность, общественную, социальную важность, что я делаю работу, которая приносит пользу людям, приносит пользу обществу. Конкурсная неделя была волнительной и насыщенной, но и она подошла к своему логичному завершению. Наконец, настал самый ответственный и важный момент. В решающий день семи конкурсантам предстояло включить обаяние на максимальную мощность, чтобы покорить жюри и зрителей своими яркими творческими номерами, а также оригинально выйти из нестандартной педагогической ситуации. Судьям пришлось нелегко, ведь каждый из этих молодых учителей блестяще справился с задачей. Все они уже победители и гордость всего Брестского региона. Это очень интересное мероприятие. Проходит оно один раз в три года. В этом мероприятии принимают участие учителя по всей Брестской области. В этом году их более двухсот. В финале семь. Вы понимаете, какая конкуренция. Эти ребята, сойдя со сцены, пойдут в обычный класс. И, глядываясь в эти глаза, горящие глаза, я как педагог понимаю, что они зажгут десятки детских глаз. И это самое главное. У этих ребят все получится. А мы, органы власти, сделаем все, чтобы их поддержать, чтобы им помочь, чтобы таких учителей было как можно больше. В этом году жюри приняло решение вручить 13 участникам районного этапа дипломы финалистов. Все они приехали, чтобы в решающий день поддержать конкурсантов. После затяжной музыкальной паузы, во время которой принималось непростое решение, наконец разрешилась самая главная интрига. Звание молодого учителя года удостоено Дарья Гладун, учитель начальных классов гимназии номер 2 города Пинска, диплома второй степени Евгений Казмерчик, учитель биологии лицея номер 1 города Барановичи, диплома третьей степени Дмитрий Уснарский, учитель истории и общества ведения средней школы номер 33 города Бреста. К диплому победителя предлагалась также денежная премия. Это уникальная возможность раскрыться мне, как молодому педагогу, и также приобрести колоссальный опыт, опыт, который помогли мне в ходе подготовки заработать, завоевать моя команда, мое управление по образованию, мое учреждение образования, моя команда педагогов. Что является качествами учителя на сегодня самыми важными, наверное, это современность. Необходимо быть на одной волне с детьми и учитывая их особенности, опять-таки реализовывать на уроке максимально новые технологии, привносить свои какие-то новшества, чтобы детям было комфортно обучаться, ну и, естественно, не забывать о классике, потому что это тоже достаточно важно. Конкурс «Молодой учитель Брещины» вдохновил молодых педагогов на долгую и плодотворную работу. К слову, он проводится раз в три года, а потому у новых конкурсантов будет достаточно времени для подготовки. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович. Итоги недели. Продолжаем выпуск. Понятие «территориальная оборона» в белорусском законодательстве закреплено еще в 1992 году. Есть отдельная статья, где определено, как она строится и какие задачи выполняют территориальные войска. Обычно компания состоит из так называемых резервистов. В связи с этим раз в квартал проводятся плановые сборы офицеров запаса. В частности, в городе Кобрине накануне проводились мобилизационные занятия для тех, кто уволился со службы в звании офицера. В рамках учебных мероприятий проводится ознакомление с основными положениями и требованиями. Система территориальной обороны в Республике Беларусь разработана много лет назад. В наше время ее организация является задачей номер один военно-политического руководства нашего государства. В рамках территориальной обороны проводятся занятия при военных комиссариатах страны. Так, в городе Кобрине прошло мероприятие по обеспечению прибытия личного состава в лице офицеров запаса. Помимо этого, для них провели занятия на четырех учебных точках, где напомнили о функциональных обязанностях. Стоит отметить, что подобного рода мероприятия являются плановыми. Так что для офицеров запаса это лишь очередное прибытие в военкомат, но никак не экстренная мобилизация. Данное занятие – это плановое занятие, которое входит в план по предназначению. И никаких мероприятий внеплановых у нас сегодня не проходит. Мобилизация личного состава также в районе не проходит. Все проходит планово. Также хочу сказать, что для достоверной информации, которая проходит в военных комиссариатах области, также про внешнюю политику, внутреннюю политику и что происходит в вооруженных силах, можно подчеркнуть данную информацию в телеграм-канале «Берестейцы». Чтобы не слушать какие-то слухи, подписывайтесь на данный канал, и вы будете владеть точной и достоверной информацией. Многие офицеры запаса уже давно уволились из вооруженных сил, но все равно посещают подобного рода военные мероприятия для закрепления опыта, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств организовать своих подопечных и грамотно ими руководить, если того потребует военно-политическая обстановка. Нас раз в квартал собирают офицеров запаса, где мы проходим, вспоминаем, обновляем знания в тактико-специальной подготовке, огневой подготовке и в медицинской подготовке. Все это делается для того, чтобы мы помнили о своих обязанностях, и после, если настанет момент мобилизации, чтобы мы могли собирать рядовых внутренней службы и сержантов, где дать им знания, после чего быть готовыми к каким-либо действиям. Мероприятие по организации территориальной обороны – обычное дело в мирное время. Все это делается для того, чтобы наша страна была всегда готова к каким-либо посягательствам на нашей границе. Просто раньше обстановка позволяла этого не замечать. А сегодня даже самым скептиком становится очевидно, что армия – это щит Родины. Александр Богданович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. История кукол началась вместе с появлением самого человека и продолжается по сей день. В разное время они выполняли разные функции – религиозные, художественные, игровые. Но неизменно человек наделял их своими качествами и чертами характера. Ведь именно на примере куклы легче всего показать ребенку ту или иную модель поведения, заставить сопереживать, научить отличать плохое от хорошего. А еще рядом с куклами даже взрослые становятся немножко детьми и верят в сказку. Накануне Международного дня театра «Кукол», который отмечается 21 марта, наша съемочная группа убедилась в этом, побывав в закулисье на Брестской площадке. Брестский театр «Кукол» – своеобразный портал в мир детства и сказки. А у каждой из этих кукол свой неповторимый образ и характер, продуманный до мелочей. Кажется, стоит только отвернуться, и они оживут. Я дам ему кличку «Белый клык». Я сказал, это мой «Белый клык». Театр «Кукол» – это, конечно, сказочный мир, в который всегда погружаются и взрослые, и дети. Кроме красочного спектакля, красочной постановки, красочного шоу, у нас создается очень доверительная, приятная атмосфера для детей и взрослых. И мы всегда рады видеть вас, дорогие зрители, в стенах нашего театра. Пошив костюмов, создание декораций, изготовление кукол – все это предваряет каждую из премьер. Над созданием спектакля работает целая команда талантливых мастеров из нескольких цехов – швейного, столярного, слесарного, сварочного и бутафорского. И все они влюблены в свою работу, как и художник-декоратор Николай Гриденко, на счету которого порядка 60 спектаклей и 20 лет стажа работы в Брестском театре «Кукол». Да, работа нравится, я ее очень люблю. И я понимаю, что я на своем месте, то есть я нашел то, что хотел. И мне здорово, я, по сути дела, здесь дома. Каждый раз новые спектакли, каждый раз новые. Ну, вот мы отошли уже, как изначально были, шермовые, перчаточные куклы. Поэтому сейчас и дерево, и пластик, и металл, все вот включают. То есть очень много, и все, каждый раз, я же говорю, каждый раз по-новому. Каждый раз все по-новому и в швейном цехе. Татьяна Пришутова – именно тот человек, чьи умелые руки из отреза материи по эскизу художника создают готовый театральный костюм для актера. Вы видите эскизы к сказке о царе Салтане, которая была поставлена в нашем театре. Сказка имела фурор у нас в Бресте. Она была очень популярна на Новый год. Было два состава актеров. Но перед тем, как сказку увидят зрители, создается еще вот такая итоговая миниатюрная модель. Если она соответствует задумке, каждая из ее деталей изготавливается в реальном размере. Одна из вас – ткачиха. А другая – поворит. Сели вышел, царядец! Все пустились во дворец! Декорации, костюмы и куклы создаются специально под определенный спектакль. А всем этим сказочным хозяйством заведует костюмер Галина Шмелева. Лучший друг каждого актера. Этот человек знает о каждом костюме все и даже чуточку больше. Она чистит, стирает, подшивает их, ухаживает за всем реквизитом и следит за тем, чтобы каждая, даже мелкая деталь, которая пригодится в спектакле, была на своем месте. Даже бывает такой момент, что есть у нас такие спектакли, где в кармане у артиста лежат маленькие бусики, маленькая какая-то росыпь бумажек блестящих, которые в течение спектакля высыпаются, и получается вот такой секретик дождик. В кармане бывают и перышки, то есть за всем за тем тоже слежу, смотрю, чтобы это было, и при спектакле все было готово, и артисту было комфортно, удобно. Стараюсь, мне кажется, что у меня получается. Все костюмы у нас находятся в чистом состоянии. Все зашиты, пришиты, стираю, мою, подшиваю, если есть необходимость. Хочу, чтобы было работать удобно и комфортно артистам. И моя, наверное, душа, она в этих костюмах. А когда спектакль отыгран, куклы и декорации отправляются на заслуженный отдых. В костюмерных можно увидеть героев любимых спектаклей и наряды актеров за несколько лет. Теперь они с нетерпением будут ждать новой встречи со своим зрителем. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович. Итоги недели. К другим темам. Тридцатилетию возрождения Брестской епархии посвящено большое количество событий. В рамках этой даты проходили и проходят различные экскурсии, открытые диалоги и встречи, причем не только на территории приходов, но и в светских учреждениях. К мероприятиям с удовольствием подключаются школы, гимназии и библиотеки. К слову о последних у этих учреждений культуры есть немало совместных проектов с духовенством. Так, например, реализуется просветительская инициатива «Виноград», в рамках которой проходят мероприятия разного профиля. На текущей неделе состоялось сразу несколько подобных событий. О них мы расскажем вам в нашем следующем материале выпуска. Презентация книги «Брестская епархия. История современной» собрала в Центральной городской библиотеке имени Пушкина большое количество гостей, увлеченных историей, тех, кому интересна православная жизнь Брещины. Издание появилось всего несколько месяцев назад, однако до сих пор оно вызывает неподдельный интерес не только в среде ученых, но и простых обывателей, читателей, любящих историю и слово. Вот эта встреча организована в рамках духовно-нравственного проститического проекта «Виноград». В рамках этого проекта мы проводим различные встречи с духовенством, мы проводим встречи со школьниками, и нашим проектом довольно-таки заинтересовались наши другие участники проектов, и в частности это проект «Брест на распашку». Наши женщины из проекта «Брест на распашку» – это берестейцы. Вот им было очень интересно. 30 лет с момента возрождения – много это или мало? Для истории это практически мгновение, а соотнося с жизнью человека – внушительный, серьезный отрезок. Каждая фотография, каждая важная дата в этой книге – это целое событие, ведь за три десятилетия в регионе выросло целое поколение молодых людей, которые сегодня посещают храмы, активно участвуют в жизни церкви. Благотворительные акции, встречи, крестные ходы – каждая веха – это что-то важное, что сегодня необходимо передавать дальше. Деятельность церкви – это не только богослужение и работа с людьми на территории храма, но распространяется она и в разные сферы, и вот сегодня мы с вами, слава Богу, здесь встречаемся. Это не территория храма, это территория библиотеки, и те, кто, может быть, по каким-то своим религиозным убеждениям, потому что необязательно сегодня могут на этом мероприятии присутствовать люди православного вероисповедания, люди, которые интересуются историей, интересуются религией, может быть, они не имеют возможности прийти в храм, стесняются. Здесь это как раз хорошая возможность для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы показать, что такое православная церковь, ее деятельность. Открытые диалоги со школьниками – еще одна важная страница в реализации совместных проектов. Здесь к библиотекарям и представителям духовенства подключаются педагоги и школьники. Контекст общения – как духовно-нравственное воспитание, так и общая знакомительная составляющая. Например, в рамках встречи в средней школе номер 3 ребята смогли узнать о том, как развивалась православная духовная культура в Бресте с 18 века и до наших дней. Конечно же, это важно для того, чтобы подрастающее поколение знало наши истоки, откуда мы берем свое начало до нашего духовной жизни, которая играет немаловажную роль в жизни не только человека, но, главным образом, и подрастающего поколения, чтобы они не увлекались какими-то течениями, которые могут их сбить из истинного пути, а знали, как следует идти. И, конечно же, духовность, она к этому нас и ведет. Раньше, в основном, такие встречи проходили на базе нашей специальной библиотеки филиала. Встречи были со взрослыми, но сейчас мы решили сделать добрые традиции уже, работать с подрастающим поколением, то есть с нашими школьниками. И это только часть большой планомерной совместной работы, которая проводится в областном центре. И пусть это не всегда какие-то масштабные мероприятия, а локальные инициативы, зато у таких встреч есть обратная связь, есть живое общение, откровенные вопросы и ответы, которые помогут пытливому уму найти правильный вектор мыслей, чтобы добро и внутренняя опора не сломились под натиском сомнений и домыслов. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Александр Воронин, Юрий Глемонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги, журналисты «Бук-ТВ». А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал «Бук-ТВ» есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Facebook, Instagram, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал YouTube. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Виталий Матюшин, прощаюсь с вами. Мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям. И новости в домах пусть будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова